добрый вечер все кто у нас на прямой трансляции кто будет смотреть записи буду рада если тема вам пригодится будет полезной сегодня мы продолжаем наши вебинары по дубликации и начинаем такой восьми задачный цикл да на 8 вебинаров 8 тем и каждую тему мы сейчас рассмотрим немножечко по подробнее меня зовут федорова любовь для тех кто будет смотреть первый раз кто меня не знает я региональный куратор латвии и спикер по дубликации и так что такое дубликация для чего она нам нужна дубликация происходит от латинского слова дубликатио то есть повторение дублирование копирование и его дубликация всех действий наставника который приглашает нас бизнес является основным методом работы партнера бистрибьюторской команде то есть мы ничего сами не придумываем если у нас опытный наставник он нас пригласил строить свой какой-то бизнес строить свою команду зарабатывать деньги причем мы знаем что в нашем проекте мы зарабатываем деньги как в краткосрочном периоде сегодня и сейчас путем выстраивания команды с помощью хорошей нашей не партнерской программы так и в долгосрочном периоде потому что все мы являемся инвесторами и в последующем у нас будет уже пассивный большой доход я надеюсь когда мы будем мы получать деньги за когда-то проделанную работу за наши вклады вот поэтому если мы научимся дублировать некоторые приемы некоторые методы работы как это делает наш наставник то как раз таки шаги и первые шаги в наш маленький у кого-то может быть большой бизнес они как раз таки будут успешными потому что мы не будем совершать ошибки и вот вся эта работа она разделяется на таких восемь задач нужно для начала это постановка цели да мы должны понимать вообще чего мы хотим дальше нам нужны люди с которыми мы будем работать это контакты мы создаем для себя базу контактов с которыми мы будем работать которую создаем и потом пополняем постоянно дальше мы планируем свою работу мы учимся делать звонки делать приглашение на встречи проводить эти встречи учимся находить основной побуждающий фактор то есть для того чтобы наша беседа была предметной мы должны понимать чего нужно нашему собеседнику что нужно что его больше всего интересует то что мы перед собой задачу поставили то что нужно нам мы уже знаем дано нам очень важно понимать что нужно нашему собеседнику чем он живет чем дышит какие цели он ставит учимся делать правильные презентации нашего проекта помогаем сопровождаем своих партнеров ну и наверное самая такая когда-то была сложная тема на сегодняшний день я бы наверное сказал самая интересная тема это работа с возражениями многие новички ее очень боятся но на самом деле когда вы приобретаете небольшой опыт или когда вы изучаете хорошо проекты получаете много знаний о самом проекте то вот это как раз таки восьмая задача работа с возражениями она становится какой-то даже азартной игрой я бы сказала то есть мы совершенно перестанем вы перестанете бояться вот но сегодня мы поговорим о целях неважно в каком вы проекте неважно по поводу чего вы ставите цель либо вы хотите достичь чего-то в жизни либо это ваше какое-то хобби либо вы четко понимаете что вам нужна карьера конкретно в нашей компании мне не хочется делать акцент только на наш проект потому что очень важно когда у человека есть большая цель большая мечта и тогда наш проект только будет помогать ему идти к своей цели будет помогать ему осуществить свою мечту да и ну как бы мне не хочется зацикливаться прям только на проекте и прям все свои мечты все свои цели свои желания вот связывать с этим да потому что каждый человек то сюда приходит он уже пришел с какими-то своими целями с какими-то какой-то своей мечтой и давайте так когда мы маленькие на нам вообще про цели не говорят нам всегда говорят про мечту о кем ты хочешь быть а чего ты хочешь жизни о чем ты мечтаешь то есть нас с детства учит мечтать и наверное ребенок потому что так больше понимает и очень важно чтобы мы со временем получая жизненный опыт научились не просто мечтать а идти целенаправленно к своей мечте то есть чтобы мы научились свою мечту сделать целью тогда мы четко можем наметить путь по которому мы будем к ней идти и также мы знаем что цели у нас бывают долгосрочные и краткосрочные мы иногда можем свою большую мечту которая там допустим мы реально понимаем что осуществится но лет через десять только но я хочу сделать все для того чтобы к этому прийти вот поэтому мы понимаем что вот она большая далекая цель их еще иногда классифицируют по цвету говорят красная цель и синие то есть красная это большая далекая а синие это промежуточные как ступени по которой мы идем к своей большой мечте к своей большой красной цели вот и поэтому если мы это осознаем тогда нам очень легко наметить этот путь и самое важное не не пугаться допустим вот вы подумали о том что да моя такая далекая цель но это так сложно она там где-то далеко на вершине и я даже не знаю как туда идти нет так не нужно думать мы сегодня и сейчас принимаем решение что мы туда идем и мы только просто выбираем свой путь то есть ничего мы не пугаемся и мы понимаем что на сегодняшний день если мы еще не начали идти к своей цели если мы сегодня еще не готовы если мы сегодня не хотим выходить из своей зоны комфорта то что обычно мы себе говорим ну вот сегодня я еще такой немножко нетерпеливый такой немножко еще ленивый но вот в будущем я буду трудолюбивым я буду целенаправленно идти я обязательно достигну своей цели но сегодня я еще немножечко понежусь и завтра я Я ещё не буду начинать. И вообще я начну идти к своей цели с понедельника. То есть если мы будем так себе говорить, что я подожду, я через месяц, может быть, начну. Так иногда женщины говорят, ладно, сегодня вкусный торт, послезавтра день рождения у подруги, ну, я там с первого числа худеть начну, а пока я буду кушать. То это первое число наступит, у нас появится ещё куча всяких причин не начать с первого числа, а начать с пятого, с десятого и так далее. Так и план похода к своей мечте, он точно так же. Если мы не начинаем сегодня и сейчас, откладываем на потом, я чуть позже, ну, вот сегодня я ещё не готов, ну, вот через какое-то время, да, то у нас получится так, что сегодня нет результата, завтра нет результата, послезавтра мы ещё немножко отложили, потом глаза закрыли, потом сказали, ай, да, наверное, у меня нет сил, и у нас мотивация падает, и нам будет совершенно, ну, нам будет очень сложно опять подняться, опять составить какой-то план и опять попробовать, ну, то есть идти, да. То есть если мы уже поняли, что вот наша цель, вот мы тут же берёмся, разрабатываем план, пусть он будет долгий, пусть он будет медленный, пусть он будет с какими-то трудностями, но тем не менее мы идём уже к нему сразу, сегодня и сейчас, вот, для того, чтобы мы не потеряли мотивацию. И что мы делаем? Мы сразу намечаем путь, мы намечаем какие-то промежуточные цели, мы так, чтобы они были простые, да, эти шаги наши, то есть мы можем разбить на много-много мелких, для чего это нужно? Как только мы достигнем вот первой какой-то ступеньки, вот мы расписали, мы всё распланировали, раз, у нас первое достижение, то есть у нас появляется подъём эмоциональный, и нам хочется ставить новое достижение, и мы ставим себе новую цель, маленькую, да, которая будет нас приближать к большой цели. То есть мы постоянно идём и ставим, ставим, ставим вот эти маленькие цели. И есть такая система, она называется система SMART, об этом тоже очень много говорят, и очень много литературы, очень много материалов по этому поводу. Да, система SMART – это метод, по которому ставится цель, это метод описания цели, который включает в себя вот вышеперечисленные определения. То есть это английская аббревиатура, то есть цель должна быть конкретной, то есть мы должны чётко понимать, чего мы хотим, то есть мы должны уметь словами обычными проговорить наш конечный результат. Дальше она должна быть измеримая, то есть мы должны понимать, по каким параметрам мы поймём, что цель достигнута, да, то есть если, допустим, быть прям совсем, вот прям примитивный пример, допустим, нужно выкопать траншею 15 метров, там глубиной метр и шириной 20 сантиметров. Всё. И мы понимаем, что вот нам заданы чёткие параметры, оно всё измеримо, и мы можем прям взять и в буквальном смысле измерить, то есть выкопали мы такую траншею или нет. Вот, дальше она должна быть достижимой, то есть мы должны понимать, что наших ресурсов вполне достаточно, чтобы выполнить эту цель, то есть выполнить эту задачу. Должна быть реалистичная, ещё иногда говорят значимая, то есть она должна нести всё-таки какую-то выгоду, и мы должны понимать, какая польза нам будет от того, что мы выполним эту задачу. То есть она нам должна быть выгода. Будет выгода, будет мотивация. Выгоды не будет, мотивация не будет, нам не захочется ничего делать. И также она должна быть в обязательном порядке определена во времени. Вот как на каких-то там заводах, на производствах шли там пятилетки, шли какие-то планы, там какой-то план на месяц, да, план на неделю у бригады. Вот точно так же здесь должна быть определена во времени. Там я на год делаю себе какую-то цель там или ещё что-то. То есть мы просто конкретика, во всём должна быть конкретика. Тогда эта цель появляется, ну, приобретает какие-то очертания, да, а не просто хочу быть здоровым, хочу быть богатым, хочу, чтобы денег было больше, чем сейчас есть. Ну, есть у меня сейчас там, допустим, 700 евро в месяц, но будет у тебя 710. Цель достигнута? Конечно, достигнута. Это же больше, чем у меня есть, да. Вот, поэтому очень важно, чтобы была реально выгода, чтобы нам было выгодно выходить из зоны комфорта и что-то делать. Например, смотрите, можно взять такой тоже очень простой, примитивный пример, значит, ну вот и у меня не хватает там образования, там плохо формулируя свои мысли, я просто хочу стать немножко умнее. Вот, но это что? Это размазанная цель, да, ну, все хотят стать умнее, все хотят стать эрудированием, здоровее, здоровее, богаче. Вот, но что мне нужно? По каким параметрам я буду понимать? Что мне нужно проделать для этого, на мой взгляд? Ну, наверное, я решу, я не буду поступать в институт, потому что у меня нет для этого сейчас средств, ну, условно говоря, да, потому что там мы тоже получаем какие-то знания, и мы действительно станем умнее, мы приобретем какие-то знания, какие-то дополнительные навыки. Я буду читать больше книг, то есть, ну, я выбираю такое направление, но мне нужна, конечно, конкретность, да, то есть, да, я не просто хочу стать умнее, я буду читать книги, все, я выбрал, что я буду делать. Дальше, что бы, что значит больше книг? Может быть, я читала одну книгу в год, а теперь я буду читать две книги в год, вот я буду больше читать, больше, но это приведет меня к моей цели? Нет, не приведет, значит, мне нужна немножко другая конкретика. Ну, давайте, мне надо прочитать 10 книг, и тогда я точно знаю, что когда я прочитаю 10 книг, то, ну, у меня вот реально какие-то знания уже останутся. Я вроде бы, да, смогла сказать, да, вот я измеряю, да, свою эту цель. То есть 10 книг будет. Вот, но этого тоже недостаточно, потому что 10 книг можно за 10 лет прочитать. Поэтому мы должны понимать, что просто так сказать, там, ну, ладно, давай не 10, давай я 100 книг прочитаю, вот тогда точно стану мне. Но если я буду не задавать себе точные какие-то параметры, то это тоже останется просто сотрясением воздуха, потому что, ну, хорошо, за месяц прочитать 100 книг. Но я же не прочитаю за месяц 100 книг, правильно? Если у меня есть какая-то работа или еще что-то. И вот это вот желание, я прочитаю 100 книг и стану умным, он такой делает нам всплеск такой. Нам кажется, что наша мотивация так поднялась, но мы понимаем, что мы не можем их прочитать, и эта мотивация тут же падает, опять тут же падает, потому что опять мы ставим нереальную цель, а нам надо ставить конкретную реальную цель, чтобы она была действительно достижимой, чтобы мы понимали, что у нас времени хватит. В нашей вот каждодневной нашей жизни, в этой каждодневной кутюрьме мы сможем находить какое-то время для того, чтобы вот эти, прочесть те книги, которые мы запланировали. И вот 100 книг в год мы понимаем, что было бы здорово, но, скорее всего, нет. Поэтому я ставлю себе цель прочитать 20 книг за год. Но как я буду это делать? Я, наверное, буду тогда себе намечать, сколько книг в месяц я должна прочитать. То есть опять 20 книг за год – это большая цель. Но в году есть 12 месяцев. Поэтому мы можем тут же разбивать это на какие-то подгруппы. Допустим, я буду читать две книги в месяц. Вот это достижимо, да, это абсолютно нормально, это абсолютно достижимо. Но дальше мы должны понимать, какие это будут книги, какое значение они будут для нас иметь, что они нам дадут. То есть это будут какие-то детективы, это будут какие-то приключения, или это будут какие-то познавательные для личностного роста, для какой-то образовательные какие-то книги, да, чтобы получить новое знание. И здесь мы должны понимать, какое они значение для нас будут иметь, какие это должны для нас быть книги, чтобы мы стали умнее, как мы изначально сказали, мы хотим стать эрудированием, мы хотим стать умнее. Мы поставили себе такую цель немножечко развиваться, но нет возможности куда-то идти учиться. Значит, мы выбираем конкретно книги, которые будут нас развивать. Ну, условно говоря, здесь такой пример приведен, прочитать пять книг о привычках, пять книг, там, допустим, об анимации, потому что это мое хобби, и я хочу этим, может быть, в дальнейшем зарабатывать деньги. Да, я там делаю мультфильмы какие-то, поэтому это для меня будет что-то вроде бы как даже по повышению своей квалификации. Ну, и, естественно, должна быть ограниченность во времени. То есть мы себе дали год, за этот год мы хотим чего-то достигнуть для того, чтобы перейти на новый этап. Ну, допустим, если даже взять, что мы изучаем анимацию, то есть мы сейчас делаем какие-то примитивные мультфильмы, но дальше я хочу изучить поглубже все это и потом, может быть, выходить на более какой-то профессиональный уровень. То есть это должно быть для нас иметь какое-то большое значение. То есть опять выгода, опять мотивация. И поэтому мне хочется сказать, что если вы… Ведь у каждого сейчас есть определенная цель, у каждого есть какая-то мечта, и каждый из вас к ней каким-то образом, каким-то путем идет, то хотелось бы сказать, что попробуйте свою мечту сейчас вот так вот разобрать по косточкам, прямо вот по системе SMART, соответствует ли она, так ли вы ее, правильно ли вы ее выстроили, правильно ли вы наметили путь, как вы идете к своей цели. И, возможно, где-то вы сейчас получили какую-то маленькую подсказку, и вы сможете немножечко скорректировать. Ну, то это, ну, в принципе, как бы было бы здорово, если бы действительно была какая-то… Ну, вот была бы польза в том, что я сейчас вам проговорила, и вы смогли бы это использовать. Смотрите, допустим, возьмем пример постановки цели. Давайте все-таки в нашем проекте, да, что вот к концу года я хочу достичь статуса топ-эксперт. Ну, тут я написала, к концу года, возможно, там мы можем написать, за год достичь статуса топ-эксперт. Сегодня я новичок, да, то есть я расписываю на 12 месяцев все свои шаги. То есть я прекрасно понимаю, на каком этапе я получаю какой статус, при этом какие условия я выполняю. Здесь вообще по маркетингу у нас идет вообще четкая конкретика, ничего даже самому придумывать не нужно. То есть за первый месяц мы должны достичь ранга мастера. Можем ли мы это сделать? Можем. Потому что мы знаем, что нужно. Сначала нам нужен лидер, и нам двух недель вполне хватит для того, чтобы сделать, допустим, за две недели найти 10 людей, возможно, даже меньше, там здесь делать 10 прямых каких-то сделок, потому что мы понимаем, что нам нужна определенная групповая сумма, да, должна быть инвестиции. То есть мы знаем, что должны быть три человека с лидерскими способностями и желающими строить команду. Вот мы делаем, набираем команды с трех человек, получаем ранг лидера, и дальше каждому из них обучаемых и учимых тоже достичь ранга лидера. Как только они становятся лидерами, мы становимся мастером. То есть месяц-полтора нам для этого хватит. И дальше мы смотрим. Так, а что нам дальше надо? У нас следующий ранг эксперт. Что нам нужно для эксперта? И таким образом мы можем расписать полностью весь путь на 12 месяцев для того, чтобы дойти до топ-эксперта. Та же история, допустим, если человек живет на съемной квартире, и он хочет, допустим, купить себе квартиру, он примерно намечает, что он будет ее брать в кредит или он будет ее брать за наличку, ну, в смысле, за полную стоимость, и тогда он может расписать на сколько лет. То есть либо я за год собираю на первый взнос и беру квартиру в кредит, либо я там на 5 лет выстраиваю план работы, и через 5 лет я ее возьму за полную стоимость без всяких кредитов. То есть опять-таки, если человек живет на съемной квартире, то у него есть очень большая мотивация, очень большая мотивация сделать так, чтобы не жить на съемной, иметь свое жилье. То есть опять-таки нам нужна мотивация. В данном случае что нам дает топ-эксперт? Топ-эксперт нам дает другие немножечко проценты по маркетингу, то есть от той же самой команды мы будем получать немножко другие бонусы. Топ-эксперт дает еще ежемесячные заработки, которые идут практически как зарплату. То есть топ-эксперт получает подарок одноразовый, когда получает ранг. То есть мотивация есть? Есть. Поэтому мы к ней идем. Еще мне хочется поделиться с вами такой теорией Брайана Трейси. Очень интересный оратор, очень интересный человек. Он психолог, он написал очень много книг. У него есть такая тема тоже. Он очень много говорит о целях. И у него есть такое направление, такая методика, метод достижения цели за 12 этапов. Он очень-очень перекликается с системой SMART, только он более расширенный. И здесь есть некоторые вещи, которые мне понравились, и на которые нужно, на мой взгляд, нужно обращать все-таки внимание, потому что в системе SMART так подробно об этом не говорится. И самое первое, что мне больше всего понравилось, и мне кажется, что это имеет очень большое значение, и оно, наверное, одно из самых важных, это желание или та цель, которую мы ставим, оно должно быть наше личное, не чужое, не подсказанное, не посоветованное родителями, а наше. Оно должно созреть в нашей голове, в нашем сердце, в нашей душе. И то, к чему мы будем идти, прилагая усилия, тратя на это какое-то определенное количество времени, времени нашей жизни, очень важно, чтобы мы шли за своей целью, за своей мечтой, за своим желанием. Я думаю, ни для кого не секрет. У кого-то это личный опыт, у кого-то это опыт друзей, близких, родственников, не знаю, но очень много людей еще в советское время понимали, что, закончив школу, нужно куда-то поступить. И вот мы выходим из школы, такие полудети еще, мы не знаем, чего мы хотим, и нам родители советуют. Вот, поступай в институт, ты будешь врачом, ты будешь тем, ты будешь всем. И что у нас получается? Ну да, мам, ну хорошо, ну поступить-то куда-то надо. Вот, более смелые, возможно, где-то это дело останавливают. Я в свое время пошла учиться в педагогическое училище, потому что мама сказала, что надо, это престижно, для девочки это очень хорошо. Я поступила туда после восьмого класса, мне было всего 15 лет, я реально ничего не понимала. Мне спросили, ты любишь детей? Я сказала, да, я люблю детей, у меня же есть младший братик. И я поняла, что я не люблю детей только тогда, когда я вышла замуж и родила своего ребенка. И я поняла, что тогда никаких детей я не любила. Мне так казалось. А в училище я пошла, потому что мама сказала. И я 4 года училась через силу. Я 4 раза бросала училище, и меня туда за шиворот приводили обратно, потому что говорили, ты еще совсем маленькая, ты еще даже несовершеннолетняя, ты ничего не знаешь, чего в жизни хочешь, поэтому вот сиди и учись. И 4 года жизни ушли. Потом 3 года еще пришлось отработать для закрепления диплома. Ну, в моей жизни получилось так, что я вышла замуж, родила детей, и я больше не вернулась в педагогику, потому что я ушла, уехала вообще в другую страну, переехала с Украины в Латвию. И здесь сначала языковой был барьер, ну, а потом я как бы от этого дела и отвыкла, и больше туда не вернулась. Но ведь есть люди, которые закончили институт, которые потратили вот эти 5-6 лет своей жизни, потом нужно было закрепление диплома по распределению, у кого-то 3 года, у кого-то 5 лет где-то отработать. И они не смогли уже это порвать. И на полжизни застряли заниматься нелюбимым делом. Это очень печально, но таких примеров очень много. Вот поэтому, возвращаясь к нашим методам, к нашим 12 этапам, очень важно, чтобы это желание было не чьё-то, а ваше личное. Тогда вы будете идти к этой мечте, идти, вы будете всё на своём пути сносить. Ведь мы же понимаем, что человек будет вставать и делать что-то в двух случаях. Либо если ему это просто жизненно необходимо, чтобы выжить, либо он просто очень этого хочет. Всё, нету другой, как бы третьего нету. Основной побуждающий фактор, поднимающий человека каждое утро с постели, он может быть либо вот нужда, либо сумасшедшее желание. Тогда он будет вставать и делать, и будет выходить из зоны комфорта. Второе, должна быть вера в исполнение этой цели. То есть, вот, да, мне нравится, я хочу, я пойду. Ой, я сейчас этот путь наметила, я поняла, что это так сложно, у меня, наверное, не получится. Всё, можете даже дальше ничего не делать. Если эти мысли из себя не выгнать, то реально ничего не получится. У нас должно быть так, у меня всё получится. Я поставила достаточно реалистичную цель. Она возможна для восприятия нашего подсознания. Моё подсознание понимает, да, это можно сделать, можно найти способы преодолеть трудности и это сделать. То есть, если вероятность исполнения цели 50 на 50, вероятность 50% только, то уже стоит вставать, идти и делать, выходить из зоны своего комфорта. Потому что каждый выход из зоны комфорта, который увенчался хоть маленьким успехом, он настолько придаёт сил, он настолько человека возвышает, поднимает, толкает, побуждает что-то делать, он его наполняет такой радостью, самоуважением, что только ради этих эмоций вам будет хотеть составить какую-то новую задачу, более сложную, чем предыдущую, для того, чтобы приложить какие-то усилия, найти способ решения и сделать это. И опять похвалить себя, какой я молодец всё-таки, смотрите, как я это всё-таки умею делать. То есть цели должны быть трудными. Мы должны их преодолевать. Тогда будет больше радости от достижения. Дальше цели нужно записывать. Просто вот прям подробно, во всех деталях прописывать. Как Брайан Трейси говорит, что незаписанная цель на бумаге остаётся всего лишь каким-то желанием. Это не цель, это желание. Они сами по себе очень редко исполняются всё-таки. Только тогда, когда мы их преобразуем в цель и пойдём к ней, только тогда они сбываются. Есть даже отдельно целая передача, целое интервью о записывании целей. У Брайана Трейси, я его буквально сегодня, мне оно попалось, я его сегодня просмотрела, у него там есть такая методика. Он говорит, что он сам до сих пор эту методику использует. Каждое утро он берёт блокнот и на блокноте пишет 10 целей, каким я хотел бы быть через год, чего бы я хотел достичь через год. И на следующее утро он говорит, я беру этот блокнот, переворачиваю лист, а я опять пишу себе 10 целей, каким бы я хотел быть через год. Он говорит, и поверьте, когда вы осознанно подходите к этому, то то, что вы напишете на первой странице и, допустим, вот 30 дней подряд это писать, да, и то, что вы напишете на последней странице, это будут разные цели. То есть у вас произойдёт такое преобразование в голове всех своих желаний, и вы поймёте, что на самом деле незначительно, а что на самом деле важнее. И вот, допустим, там к концу месяца вот эти цели ваши будут самыми правильными, самыми реальными, самыми осознанными, проанализированными. И вот тогда стоит их брать уже в разработку. Но в то же время, вы же живёте, и у вас происходят какие-то достижения, и ваши цели будут меняться, меняться, они будут добавляться, но в то же время у вас будет появляться достижение, то есть писать эти цели нужно ещё и потому, что вот, допустим, вы такой чёткий, понимающий человек, чего вы хотите, и вы практически каждый раз, не перечитывая предыдущую страницу, всё равно пишете практически одно и то же, да, они у вас, может быть, по значимости будут меняться, местами, да, там важнее что-то другое станет важнее, но у вас всё равно более-менее список один и тот же. Это тоже хорошо, потому что это очень влияет на подсознание, и это вас заставляет уже думать в этом направлении, находить способы решения. То есть и ваше подсознание, оно уже без вашего включения такого осознанного, да, оно уже само начинает направлять энергию в нужное русло. То есть это тоже очень полезно, вот, поэтому, то есть нужно прописывать, но опять-таки, кроме всего, мы должны понимать в обязательном порядке пользу, да, вот о чём мы уже говорили, что будет польза, будет выгода, будет мотивация. Не будет пользы, значит, не особо нам будет хотеться что-то делать. И дальше мы смотрим на ресурсы, мы анализируем ситуацию, что мы имеем, с чем мы сейчас выходим на вот данный этап составления пути, допустим, да, к достижению своей цели. Это как, допустим, я опять на женщинах привожу пример, потому что его проще всего провести. Если я хочу похудеть, чтобы я поняла, какие мне упражнения придумать, насколько килограмм я хочу похудеть, и что я буду для этого делать, да, мне всё равно нужно проанализировать ситуацию, которая существует. То есть встать на весы, посмотреть, сколько я вешу, значит, я могу посчитать, сколько я хочу скинуть, посмотреть, сколько у меня есть свободного времени, когда я буду этим упражнениям уделять, ну, выделять время для них, да, я буду дома делать или я буду в зал ходить. То есть мы анализируем ситуацию, мы смотрим, какие у нас ресурсы на сегодняшний день есть, с чем мы стартуем. Дальше мы, естественно, устанавливаем срок, то, о чем мы говорили, что в обязательном порядке мы должны понять, к какому времени нам хотелось бы достичь данной цели. С одной стороны, это нужно для того, чтобы мы были более собраны, чтобы не размазывали на бесконечный срок достижение своей цели, потому что у нас точно так же потеряется мотивация. Чем дольше мы не будем достигать этой цели, чем дольше мы будем к ней идти, у нас будет угасать вообще желание дальше что-то делать, да, поэтому, чтобы не было там какой-то прокрастинации, откладывания на потом, вот, да, мы тогда ставим четкие временные рамки для себе. Вот, в то же время, когда у нас пройдет уже половина срока, мы можем посмотреть, что у нас уже сделано, подвести, так сказать, промежуточные итоги. И мы будем понимать, что чем больше мы уже проделали, тем меньше кусочек нам остался до достижения цели. То есть этот срок сокращается, значит, мы приближаемся к своей цели. Это тоже нас мотивирует, это тоже нас заряжает энергией. Также очень важно, вот мы же прописываем все, 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 что мы будем, как мы будем идти, какой путь мы будем проделывать. Очень важно понимать, какие препятствия нам нужно будет преодолеть, то есть с какими сложностями мы можем столкнуться. И самое сложное мы можем точно так же расписать, просто расписать, что вот тут вот мне нужно будет то-то, 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 вот здесь я сам не справлюсь, мне не нужна будет помощь, там дополнительные ресурсы какие-то или еще что-то. То есть когда мы понимаем, какие трудности будут на нашем пути, мы уже их не боимся, они нас не застают врасплох, мы полностью готовы их преодолевать либо решать задачи, так скажем, большей сложности, да, чем мы вот сейчас до этого шли. Мы уже продумываем, проговариваем, просчитываем, с чем мы можем столкнуться. И если это реально какое-то очень сложное препятствие, то мы точно так же его можем расписать, как большую цель, разбить ее на какие-то маленькие подцели, подэтапы. Также важно понимать, какие дополнительные знания потребуются. Например, если мы хотим строить дом, мы его еще никогда не строили, вот нам нужно участок купить, нам нужны специалисты, которые сделают там замеры какие-то геодезические. Вот я не строила, но я знаю, что там что-то такое есть, да. Вот, там, допустим, я хочу фундамент, чтобы мы сами сделали фундамент, не хочу нанимать никакую бригаду, чтобы там за ними следить, чтобы там мне не набраковали ничего. Я хочу быть уверен, что дома у меня будет классно, хороший, крепкий будет стоять. Я хочу фундамент полностью делать вот самостоятельно, там, своими силами, своей семьей. Но я не умею этого делать. Значит, что я делаю? Я беру и изучаю эту тему, да, как закладывается фундамент. То есть, либо я иду на курсы, либо я беру какого-то консультанта, которому я доверяю, да. Но мы все равно должны понимать, какие знания нам потребуются для того, чтобы мы достигли своей цели. Точно так же мы понимаем, что помощь каких людей или организаций нам потребуется, то есть то, что мы не можем сделать сами. То есть мы должны понимать, куда мы будем обращаться. Значит, мы уже мониторим рынок, мы уже ищем какие-то организации, мы смотрим отзывы о них, да. Это же если мы строим дом, это я говорю к примеру, да, для того, чтобы, ну, понятно было, о чем речь. Вот, то есть в любом случае все это мы можем просчитать наперед, если мы четко знаем, чего мы хотим и четко знаем, по какому пути мы туда пойдем. Вот, ну и создаем план. Пишем план, учитывая все детали. Прямо пишем, как сборник сочинений, да. Прописываем одно, другое, третье. Если мы начинаем что-то делать и сталкиваемся с какой-то новой трудностью, которую мы не просчитали, не предусмотрели, либо это флорс-мажорная ситуация и появилось что-то, что нужно опять решать, ничего страшного. Мы переписываем план, мы решаем эту проблему и идем дальше. Если у нас, наоборот, все получается намного проще, чем мы себе рассчитывали, мы идем дальше, надо переписать, переписываем этот план. То есть план мы можем переписывать много раз. Это только говорит о том, что процесс идет, и мы что-то делаем. Также очень важна визуализация достигнутой цели. То есть мы еще ее не достигли, но мы уже представляем себе, что мы ее достигли. Мы себя представляем там, у кого-то там зайти в арест, ему надо тренироваться в альпинизме, что-то новое изучать. Он уже все равно, пока он в процессе, пока он обучается, пока он тренируется, он себя уже представляет там наверху, он уже ставит флаг и фотографируется на этой вершине. Если мы строим дом, то мы себе представляем, какие у нас будут комнаты, как мы уже сидим на террасе, пьем кофе, встречаем рассвет, провожаем закат. Вот у нас большая поляна, у нас бегают дети, кто-то хочет большую собаку, там бегает большая собака по поляне, мяч с детьми играет. То есть рисуйте себе эти картинки, наслаждайтесь ими, погружайтесь туда. Это тоже подсознательно вас направляет к своей цели. Это запускает посылы во вселенную. Вот это ваша положительная энергия, энергия уже случившегося хорошего события, она вокруг вас витает и притягивает к себе все положительные частицы, которые помогают вам идти к вашей цели. Но это так работает. На законной вселенной так работают. И представьте себе, когда ты посидишь, помечтаешь, представишь себе, как там будет хорошо. Всё, у тебя появляются силы, ты встаёшь и делаешь. Я в своей жизни прошла такие этапы, когда мы молодая семья, жили вместе со свекровью. У нас там вообще было три семьи в трёхкомнатной квартире. И мы мечтали о своей квартире. Мы мечтали. И вот мы, помню, когда мы уже нашли квартиру, которую будем брать, здесь жил очень-очень-очень старенький, очень пьющий человек. И мы приходили сюда. Мы здесь всё ободрали, до голого камня у нас было. Но мы сидели себе, заварили чаю с мужем, сидим и представляем, где в какой комнате у нас что будет стоять, и как мы сделаем, и какого цвета мы обои поклеим. И вот сидим, мечтаем друг за друга, как будто, вы знаете, смеёмся, потому что мы понимаем, денег нет. Это будет так всё нескоро. А мы уже знаем, говорят, цвет обоев, я знала, какой цвет у нас будет диван. Мы всё это себе придумывали, мы всё это визуализировали. И вы понимаете, мы такие сидим уставшие, и вот мы помечтали, мы уже посидели в комнате, уже посмотрели телевизор на своём красивом новом диване, встали и такие, а, давай ещё пару часиков поработаем. А давай, не пойдём домой, давай мы ещё вот это сделаем, давайте ещё вот это сделаем. То есть какая-то сила, сила какие-то дополнительные появляются, потому что вот эта положительная энергия от того, что вы себе представляете, что у вас всё сбылось, она реально придаёт сил, она реально вас толкает и мотивирует вставать и делать. И прям всё вокруг, вот как говорят, что вся Вселенная помогает, вот так и действительно есть. Особенно если это благое дело. Мы можем убедиться на нашем проекте, вся Вселенная помогает и нам, и Юницкому, потому что действительно дело благое мы всё делаем. И вот как раз таки здесь, вот в этом вот большом бизнесе Анатолия Эдуардовича, мы каждый сюда пришёл со своими желаниями, со своей мечтой, со своими целями. И у нас очень хорошая, благоприятная здесь среда, поле возможностей, чтобы как раз таки осуществить свои цели, свои мечты, свои желания. И самое главное, дать себе обещание, что я не буду никогда сдаваться, я дойду до конца, чего бы мне не стоило. Я буду переписывать этапы, как я буду приближаться к своей цели, я буду переписывать план, я буду добавлять какие-то дополнительные ресурсы, я буду их находить, но я дойду до конца, я не изменю свои цели, я не изменю своей мечте. И это тоже будет придавать силы. То есть вот если мы будем упорными, вот это как раз будет мера веры в себя, упорство – это мера веры в себя. Вы верьте в себя, потому что мы знаем, что мы можем себя мысленно возвысить, и у нас всё получится, но мы можем мысленно сами же себя загнобить, опустить вниз и сложить ручки, и всё, и у нас опустятся эти руки, у нас ничего не получится. То есть в чём сила, брат? Сила в нашей мысли, сила в нашей правде, как говорил Сергей Бодров. Есть ещё один такой приём, его тоже многие психологи советуют делать, как опять-таки посыл во Вселенную, это сделать карту желаний. Тоже работает благоприятно, и если вы, допустим, вот разместив серединочку своё фото, на большой лист, на стену повесить, и дальше можно просто из красивых журналов вырезать красивые картинки, места, в которых вам хочется побывать, там, не знаю, деньги, дети, животные, ну, все блага, которые вам хотелось бы, которые сделали бы вас счастливой, вот, прям вот этими картиночками всё обклеить, написать там различные уже, как же эта аффирмация называется, да, вот всё, я счастлива, у меня хорошая семья, я слежу за здоровьем, у меня систематические тренировки, то есть пишите всё в настоящем, в настоящем времени, что всё это у меня есть, прямо сегодня и сейчас, да, это тоже помогает нам быть просто всегда на позитивном настрое, то есть вот вы хотите на лошадях кататься, сделайте себе такую красивую картину, где вы верхом на лошади, и вы поворачиваетесь, и вам даже визуализировать не надо, вот она уже, визуализация есть, я буду сидеть, я уже сижу на лошади, да, у меня уже получается, вот, и это точно так же прибьёт нам сил, как просто вот помечтать и окунуться уже в своё вспомненное желание, вот, на этом я сегодня с вами прощаюсь, я очень хочу пожелать всем, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы вы могли, так сказать, профессионально уже мечту свою преобразовать в цель и выстроить правильный путь, правильный план, как вы будете двигаться к этой цели, то есть, если вы хотите реализовать свои мечты, превратите их в цели, и я желаю вам, чтобы у вас у всех это очень хорошо получалось. Я благодарю вас за внимание, за то, что провели со мной сегодняшний вечер, в следующий раз мы с вами встретимся через две недели, на следующий четверг у нас не будет вебинара, вот, и мы поговорим с вами о создании списка контактов и в различных методах и способах, как с ним работать и как его создавать, расширять и увеличивать. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.